друзья приветствую александр из москвы прислал образцы масла hyundai kia премиум дизель pdf значит 530 c3 масло вот описание масла технические данные по маслу картинка все четко и описание автомобиля и условия эксплуатации это у нас kia sorento prime 18 года 2 и 2 турбодизель d4 hb 200 сил с небольшим пробегом 49 тысяч 500 километров и пробег на масле 5700 и 197 моточасов две баночки с образцами свежие и отработка сейчас я открою подпишу и можно будет проверять эталон данного масла у меня есть уже значит я проверял как-то раз сейчас проверим свежий образец от александра так закладываю пару капель и запускаем прибор ведь я подписал уже баночки посмотрим сейчас что намерить значит в эталоне у меня данные я брал с одного известного ресурса лабораторные 8 и 1 щелочной и 2 кислотная и здесь посмотрите 89 противоизносных присадок но близко близко 11 разница кислотной 1 99 1 сотая разницы то есть тоже очень близко и щелочной 7 и 9 чуть ниже на две десятые но это в принципе предел погрешности по воде тоже нормально ведь и сажи нет агликоль есть чуть-чуть но здесь у меня подозрение что возможно это баночку мы или вот эту баночку она какая-то не стоковая ну скажем так ними не для анализов возможно ее александр промывал или что-то сюда я бы связал ты с баночкой но хотя 1 10 это тоже вот ну граничные значения 0 и одна десятая очень близко максимально близко даже скажу так все значит свежее проверил можно проверять отработку значит как я уже сказал единственное что не озвучил средняя скорость 28 93 20 километров в час это скорее смешанный режим эксплуатации для города это быстро видно что есть некоторое количество трассы закладываю я образец достаточно такой черненький он я могу сказать так и значит запускаю процесс измерения ну и смотрите что получилось 122 по противоизносным присадкам да это противоизносные из солярки попадающие как правило это баскера кор никерапур не чистящая а вот противоизносная присадка она вместе с сажей попадает не трава не достаточно такое 26 высоко для дизеля удивительно гликоли нет посмотрите высокий уровень сажи более процента 105 это достаточно много для такого небольшого пробега вот высокий уровень и посмотрите как подпрыгнула кислотная 506 это все связано с противоизносной присадки вот с попаданием противоизноски и вот высоким уровнем сажи ну и здесь космос вообще какой-то 8800 8800 ппм воды то есть здесь явно в этот образец что-то не слабо так воды попало вот с александром списывались да он подтвердил что то ли дождь немножко упустил обратите внимание вот на баночку сейчас я накладу посмотрите как она стекает со стенок видите вот отработка именно чистая и сейчас покажу вам сравнение вязкости да видно что противоизноски много вот она сразу как бы разделяет масляную пленку и разжижение есть разжижение примерно на треть 33 от максимального и вот иногда утверждает что сажа высокий уровень сажи загущает масло и вот посмотрите здесь в масле достаточно высокий уровень сажи но масло разжижено да не забывайте отметить видео подписаться кто не подписался нажимайте колокольчик чтобы не пропустить следующие видео и вот сейчас я вам покажу оценку ресурса предполагаем посмотрите как вовремя заменено масло всего разница между прогнозом на моющих нейтрализующих свойств и значит образцом один моточас ну здесь здесь очевидно видите да там щелочное в отработке 5.1 кислотное 506 практически они сравнялись но я повторю это все исключительно из-за вот работы топливной аппаратуры значит здесь с топливной есть или проблема или были какие-то сложные очень условия эксплуатации буксировка тяжелого прицепа езда по внедорожной езды там в горы например тоже может уровень сажи подскочить вот именно вот в сложных режимах могут подскочить вот эти показатели а потом оставаться уже на приемном уровне поэтому здесь как бы владельцу стоит выяснить с чем это связано если если были сложные режимы значит можно грубо говоря там отчасти на них возложить вину за такую высокую сажу если нет то здесь уже какая-то есть некоторая намечается проблема для топливной системы поэтому потому что вот смотрите 55700 это половина от нормы предупреждения то есть два процента это уже такой сигнал что надо обратить внимание на топливную проверить то есть если бы машина проехала 10 тысяч километров скорее всего уже порога предупреждения достигла бы и тут стоило бы обратить внимание на что происходит с топливной аппаратурой дымит она не дымит ну и такое вот до доливки не требовала но хотя и пробег тут вообще детский для дизеля вообще 49500 вообще только она только только должна по сути выходить на свой нормальный жизненный цикл но тем не менее вот имеем то что имеем и воды конечно там катастрофа какая-то такого я честно говоря не припомню чтобы почти под 10000 ппм было воды но это это образец те кто присылает обрать обращайте внимание очень на баночки как вы моете баночки если хоть прибор анализирует на молекулярном уровне и поэтому если попадают хотя бы микрочастицы вот какие-то молекулы там плохо смытые там я не знаю моющие жидкости какой-нибудь там фэри какое-нибудь такое то может показывать подскок по гликолю или плохо высушенная баночка или попал в образец вода видите тут результаты могут сдвинуться очень важно крайне важно в любом анализе это вот качество пробы то есть если пробы отобрана квалифицированные качественно если она максимально репрезентативная то и результаты будут нормально если если так тяп-ляп сделать то понятно что на 50 процентов это как выброшенные деньги вот такой получился тест само по себе масло хорошее но видите здесь вот здесь вот конкретно ну как я уже говорил что даже там олимпийский чемпион может заболеть и анализ крови у него будет плохой также и здесь вот такая картина благодарю александр за предоставленные образцы все кто посмотрел данное видео благодарю за это желаю всем удачи и здоровья береги себя и близких всем мира увидимся следующих видео пока